Добрый день дорогие зрители. Это репортаж про нашу поездку в Черновцы. Хотя базой в этой поездке у нас стал город Каменец Подольский. Мы сейчас находимся на территории отеля. Посмотрите какая красивая здесь территория. Вот какие шикарные магнолии здесь цветут. Пасха совпала с майскими праздниками. Ну и мы отправились в путешествие. Сейчас показываю территорию отеля. Здесь же рядышком на территории находится ресторан. Это Галах отель. Мы решили остановиться в Каменце Подольском. Потому что мы отсюда удобно было съездить и в Хокин, и в Черновцы. Ну и конечно мы даже целый день посвятили городу Каменец Подольский. Вот посмотрите как ухожена территория этого отеля. Вот такая инсталляция возле ресторана. Вот цветет корбиция. Ну и дальше немножко пройдусь по территории. Мы опять же ничего не бронировали. Ехали на удачу. Ну и так получилось, что мы остановились в этом отеле. Вот слева одно здание. Где же находится и ресепшнс. Через дорогу тоже гостиница, фельдварь и центр. Но для нас в этой поиске было самое главное, чтобы разместили двое взрослых и двое детей. Вот обычно получается, что когда двое взрослых и один ребенок, проблем как-то не возникает. Вот центральный вход в отель. Вон отель фельдварок с той стороны. Ну и в этом случае нам повезло. Мы шикарно разместились двое взрослых и двое детей. Вот видите как все цветет. Вот такая вот территория. Ну и там здесь небольшой пруд. Ну еще сезон только-только начинается. Много еще не включили. Вы видите какая ухоженная уютная территория. Номер тоже был очень аккуратный, уютный. Ну от этого отеля 20 минут до моста, через который можно перейти в Старый Город. Причем идти по тихой улочке, по парковой зоне. Через парковую зону можно даже срезать, получится чуть быстрее. Ну а в другую сторону, если выйти, где-то 500 метров и смотровая площадка на Старый Город. Рядышком там находится лестница, по которой можно перейти в Старый Город. Ну с учетом спусков, подъемов, ну наверное тоже минут 20. Вот тоже смотрите какое красивое деревце здесь. Ну территория действительно очень удобная, очень уютная. Там деревьев Шилд это было старое здание, а мы жили в Новом. Вот мы прошли детскую площадку. Здесь есть где отдохнуть и на территории. Ну здесь были не только мы, сказали, что нам очень повезло, что был свободный номер. Практически все номера были заняты. Вот на территории банька находится. Я сейчас покажу ее со стороны входа. Если видите, чуть правее бани находится тонисный корт. Приезжают сюда со всего города поиграть. Вот опять магнолия. Вот справа корпус, в котором мы жили. Вот ворота, через которые мы заехали. Вот открытая терраса ресторана. Здесь в теплое время работает фонтан. Вот еще такая магнолия цветет. В теплое время здесь течет вода. И вот такая беседка на два дома, где можно посидеть, попить кофе. Ну а вот впереди летняя терраса ресторана. Видите, столы здесь сервированы. При желании можно посидеть на свежем воздухе. А вот смотровая площадка 500 метров от гостиницы. Здесь рядышком находится лестница. По ней можно спуститься и подняться в старый город. Ну понятно, что по лестнице спускаться легко, а обратно подниматься уже тяжелее. Вот так где-то с учетом всех подъемов от гостиницы до самого центра старого города. Ну минут где-то 15-20. Это пешком. Вот посмотрите внизу, и тут абрикосы. Вот здание казарм. Ну понятно, что вверху уже все более ухоженное, все отреставрированное. А теперь необычный ракурс. Мы находимся возле самой крепости. Обычно все фотографии с той стороны. Ну а мы на старый город от крепости. Вот вход. Так и не узнаешь. По картинкам совсем другое. Ну понятно, что после крепости мы опять вернулись в старый город. По другому тут не пройдешь. И погуляли там. И встретили даже вот такое чудо. Это организовывают прогулки. Сейчас выезжает за пределы города. Ездит дальше по бездорожью. Это в парке колесо обозрения. Мы сейчас на нем поднимемся. И посмотрим на старый город. К этому колесу я уже не знаю сколько лет. Но хорошо, что оно есть. Но если вы будете на нем подниматься, то, чтобы было видно старый город. Вот мы сейчас так вот сидим. Потому что на другую сторону, наверное, не интересно. Так посмотрите, как старый город перед вами видел. Практически как с дрона. Вот справа мост видно, по которому въезжают старую часть. Видно вон соборы. Вот башня. Видно. Мы к ней еще доберемся. Если видите, немножко каплю воды. Погода была хорошая. Но вот сегодня у нас прошел ливень. Короткий, но очень-очень мощный. Вот посмотрите, как красиво открывается этого колеса панорама. Причем оно не очень большое. Но вид прекрасный. Вон, кстати, справа видно, какое небо. Куда ушла туча. Ну все, мы уже практически достигли самой высокой точки. И начинаем спускаться. Внизу парк. Здесь аттракционы для детей. Ну вообще по этому парку хорошо прогуляться. Ну сейчас спустимся и пойдем в старый город. Ну а это уже шум водопада. После ливня образовались водопады. Вот посмотрите, какой поток воды течет за горы, со скалы. Это не каждый турист такое увидит. Это только после проливного дождя. Мы сейчас находимся в старом городе. С той стороны парк. С той стороны парк. И вот башня. Вся мокрая после дождя. И вот посмотрите, где голуби прячутся. Ну а я уже буду заканчивать сегодняшний выпуск. Вот видите, какое свинцовое небо. И вон молния как сверкнула. Ну что ж, подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. До свидания.